Дорогие сообщники, всем привет! Меня зовут Юля, в сообществе Нейлру Мойник Ангри Тигра. Сегодня я решила попробовать показать вам несколько способов коррекции маникюра. На самом деле я думаю, что для начинающих лакоманьяков это самая большая проблема. Как сделать ровную линию кутикулы? Я на самом деле себя не считаю гуру. Мне далеко до многих сообщников Нейлру, но я над этим работаю. И на самом деле я думаю, что возможно кому-то этот урок окажется полезным, несмотря на то, что маникюр в моем исполнении все еще не идеальный. Но возможно кому-то это сможет помочь. Вот, это мои голые руки, которые я сегодня попытаюсь раскрасить. И начну ее со способа, который подспудно как-то, наверное, нам всем с детства знаком. В детстве все имели дело с клеем ПВА. И все прекрасно помнят, как он замечательно отдирается от кожи. Вот эта металлическая пластинка, на которую я нанесла немножечко красной глины. Зачем нужна глина? Клей ПВА, он сам по себе бесцветный. Поэтому, когда его наносишь на кожу, не очень хорошо заметна граница нанесения. Вот, я решила, что если я смешаю его с глиной, то это будет более наглядно. Я смогу контролировать четкость нанесения линии. На самом деле это все эксперимент. Я перед камерой это делаю первый раз. Давайте вместе с вами попробуем. Как следует перемешиваем клей. Наносим немножечко на пластинку. Нанесли. Теперь мы его перемешиваем с глиной. На самом деле здесь, скорее всего, был бы лучше, намного лучше пищевой краситель. Но не в каждом домашнем хозяйстве имеется пищевой краситель. Глину достать гораздо проще. Вот такая получается бяка. Замешали. Сойдет. Что у нас есть еще? У нас есть вот такая вот прекрасная штучка. Я считаю, что она при любом виде маникюра незаменима. Это пушер с достаточно мягким, но при этом плотным резиновым наконечником. И это кисточка с очень-очень тонким кончиком для ногтевого дизайна. В принципе, продается в переходах метро за 100 рублей примерно, если мне память не изменяет. Что мы делаем дальше? На самом деле, очень хороший способ помощник в борьбе за чистую кутикулу, это делать перед покрасом каждого ногтя следующее. Перед тем, как вы наносите слой цветного лака, скорее всего, лучше это делать после нанесения базы. Но в данном случае я базу не использую. Лучше всего перед каждым покрасом отодвигать кутикулу. Тогда часть ногтя, которая все время ей закрыта, она высвободится на некоторое время. Мы сможем нанести лак, а потом кутикула сдвинется обратно и немножко прикроет вот эту свободную часть. Собственно, лучше это делать непосредственно перед покрасом. То есть, как бы один ноготь отодвигаем, сразу же красим, потом приступаем к следующему. Начинаем с мизинца. Немножечко отодвигаем кутикулу. Вот так вот. Что делаем дальше? Дальше мы берем кисточку для дизайна. Окунаем ее в получившуюся ужасную грязь. И наносим на ноготь. При этом не нужно, чтобы на кисточке прямо висели капли. Нужно просто, чтобы она равномерно была пропитана этой смесью. Очень осторожно наносим ее на границы. При этом нам нужно, чтобы лак попал вот на эту границу между ногтем и кожей. Если вот это вот пространство не будет заполнено клеем, простите, не лак, а клей, если это пространство не будет заполнено клеем, оно тогда окрасится лаком, и мы его не сможем убрать. Наносим по бокам ногтя. И самый ответственный момент наносим вот сюда. Стараемся забраться между кутикулой и ногтем. Потому что, как я уже сказала, если мы этого не сделаем, то у нас лак весь залезет под кожу. Достать ее будет очень сложно. Когда мы уже прокрасили как следует вот эту границу, можно повазюкать вокруг. Ну, это уже по желанию. Получается у нас вот так. Сделаем для чистоты эксперимент еще с одним ногтем, то же самое, с соседним. Наносим. Я думаю, что если это сработает, то этот способ будет достаточно удобен для, например, стемпинга или для водного, может быть, даже маникюра. Ну, в общем, для тех способов дизайна, при которых очень сильно пачкается кожа вокруг ногтя. Так. Хорошо видно? Не очень хорошо видно. Жирненько мажем. Получилось у нас вот так вот. Теперь нужно подождать некоторое время, чтобы эта смесь подсохла. Я думаю, что подождать можно минут пять. Вот. Давайте подождем, и потом я к вам вернусь и попробуем на все это нанести лак. Я вернулась. Наш слой ПВА с глиной подсох. Теперь можно попробовать нанести лак. Вот так вот сейчас все это выглядит. Выглядит страшновато. Для примера я взяла достаточно темный лак Тринт. Он практически уходящий в коричневый, темно-красный. Аккуратно я его стараться наносить не буду. Два слоя красить тоже не буду. Это все нормально чисто для примера. Поэтому я беру лак. И мажу его на ногти. Вообще, как бог на душу положит, совершенно не глядя, чтобы это было ровно. Прямо вот так вот лепим. Пусть затекает, куда ему вздумается. То же самое я делаю с безымянным пальцем. Я думаю, что мы все видели западных бьюти-блогеров, которые как раз вот так вот и красят ногти. Так, получился вот такой трэш и угар. Ужас, правда? Посмотрим, можно ли с этим что-нибудь сделать. Теперь нам нужно подождать еще пару минут, пока высохнет лак. А затем мы попробуем отколупать ПВА и посмотреть, что получилось. Вот. Вернусь через 5 минут. Итак, я вернулась. Лак более-менее высох. Пальцы мне трогаются. Сейчас небольшой лайфхак. Моим многостердальным ногтям не хватает только немножечко маслица в таком виде. На самом деле, любое масло, у меня Джейсон, масло чайного дерева. Можно использовать абсолютно любое. Оно работает как сушка. Если вы не уверены в том, что лак достаточно высох, чтобы производить какие-то манипуляции, можно помазать его маслом. Я думаю, что это на самом деле многим знакомо. Читательницу на Элру. Но, тем не менее, если кто-то вдруг не знал, то это информация к свечению. На всякий случай смазали ногтем масло. А теперь наступает ответственный момент. Мы должны содрать пленочку клея с ногтей. На самом деле, конечно, понятно, что получится достаточно грязно. Но вообще клей ПВА растворим в воде. Поэтому, если что-то у нас не снимется, то я пойду в ванную и попробую это отмыть. Потом вернусь и покажу вам результат. Так. Начинаем пробовать снять это все безобразие. Попробуем подцепить дубочистку, где есть возможность. Масло здесь хорошо еще тем, что оно смягчает клей. Он немножечко задубел от того, что я долго его держала. Вот видите, он снимается такой пленочкой. Здесь, может быть, было бы хорошо использовать пинцет. Но пинцет я заранее не достала, поэтому придется пальцами. Так. Пробуем. Совершенно не стоит бояться. Это вообще не больно и не страшно. Видите, как он отдирается? Отрываем, отрываем, отрываем. Отрываем. Получилась вот такая вот бяка. Она мне нужна. А ноготь получился вот такой вот. У нас здесь есть небольшой недочет. Это можно подправить дубочисточкой. Здесь не целиком стерлась смесь лака. Вот здесь вот раз. И убрали. Вот так вот получилось у нас. Теперь второй палец. То же самое, аккуратненько. Задираем эту пленку. Так-так. Бояться не нужно. Ладно, я думаю, достаточно задралось. Попытаемся снять. Пинцет, конечно, нужен. Ладно. У меня была небольшая техническая проблема с камерой. Я прервалась на том, что пыталась очистить от клея безымянный палец. Собственно, давайте это доделаем. Вот он. Берем остатки клея и снимаем их. Вот так вот. Вот получившийся у нас результат. Получилось не очень чисто. Опять же, вот здесь вот, вот здесь вот, немножечко неровно снялся клей. Я это попробую докорректировать. Опять же, зубочисткой. Зубочистка это не очень корректируется, потому что мы изначально вот здесь вот допустили небольшую неровность при нанесении клея. Ну, что вышло, то вышло. Сейчас я отойду. Пройдусь по ногтям щеткой с мылом, чтобы смыть окончательно все остатки клея и лака. И мы посмотрим на результат. Я вернулась. Конечный результат получился, сказать честно, не очень аккуратный, но по сравнению с тем, что было изначально, вполне, по-моему, приемлемый. Вот такой вот. На самом деле для перфекционистов этот метод, конечно же, не подходит, потому что, во-первых, линия у кутикулы не совсем ровная, а во-вторых, здесь вот получается достаточно большой отступ от кутикулы до края лака. На самом деле, может быть, нужно больше тренироваться. Для меня это, наверное, второй или третий опыт такой вот коррекции маникюра. Возможно, он не совсем подходит для нанесения лака с нуля на чистые ногти, но я считаю, что для любого дизайна, как я уже говорила ранее, который предполагает то, что кожа вокруг ногти пачкается, это просто идеальный способ. Если вы используете клей ПВА для защиты ногтей и кожи при дизайне, то не обязательно добавлять туда какую-то добавку, типа глины или красителя. Можно использовать чистый ПВА. И, например, такая техника, как маникюр через соломинку, когда кляксы цветного лака выдуваются на накрашенную ноготь, я думаю, что клей ПВА просто прекрасно защитит ноготь. В этом случае не нужно очень аккуратно его наносить вот здесь вот, и можно его нанести по всей поверхности кожи, и тогда у вас будет прекрасная защита, и не придется все это долго и мучительно отмывать. Вот. Я надеюсь, вам было интересно, и, может быть, что-то полезное вы вынесли из моего сегодняшнего эксперимента. Если это интересно, то я могу попробовать сделать следующий, не то чтобы урок, а, скажем так, поделиться опытом того, как я корректирую маникюр при помощи кисти. До свидания! Продолжение следует...